Устал от монотонных и однообразных вещей? Обновись на Все Майки. Здесь ты найдешь более 150 тысяч принтов по разным тематикам. Игры, аниме, кино и сериалы и так далее. Для создания авторского шмота используй удобный конструктор. Скорее переходи на Все Майки по ссылке в описании и используйте мой промокод HIMO723 на 10%. Он суммируется с акциями сайта. Gravity Falls хорошо известен своими загадками и тайнами. В свое время про него выходило множество видео. Когда мне было лет 13-16, я все это беспрестанно смотрел. Однако на тот момент для меня, как и для многих русскоязычных зрителей, был доступен лишь русский дубляж. И оригинальный Gravity Falls прошел мимо. Сейчас же, посмотрев оригинал и сравнив его с официальным ROO дубляжом, могу сказать, что различий немало. Они не слабо меняют восприятие происходящего на экране. А оригинальный Gravity Falls сам по себе содержит множество языковых загадок, которые не перевели. Сегодня мы разберем первый сезон этого мультсериала. Одним из самых явных и примечательных различий двух версий является количество шуток и игр слов. Если вы смотрели эту рубрику у меня на канале ранее, то не единожды слышали о том, что русский дубляж нередко упускает оригинальные шутки. Это сложно локализировать, но Gravity Falls в этом плане отличается от тех мультфильмов, которые я разбирал до этого. Он будто существует для того, чтобы выдавать квадролиард шуток, острых высказываний и игр слов на каждую миллисекунду диалога. Даже само название Gravity Falls показывает абсурдность и парадоксальность происходящего. Гравитация падает, это как? Но при этом название соотносится с тем, что происходит в самом мультсериале, ведь там случаются аномалии. И одновременно с этим в опенинге мы видим, как реально гравитация перестает работать. А еще Falls это водопад, и мы его тоже видим в интро. Весь оригинальный Gravity Falls такой, каждая серия и почти каждый диалог содержит такой языковой каламбур. Помимо этого, в оригинале, на особенностях английского языка, завязано множество фишек героев. Например, ЗУ сдаёт Мейбл прозвище Хэмбоун, что означает кость окорока, или в другом значении плохой актёр слэш исполнитель. Откуда это взялось? Почему именно такое прозвище? Непонятно. Но это особенность персонажа. На русском, ЗУ с не даёт Мейбл отдельного конкретного прозвища. Не поймите меня неправильно, в РУ версии тоже есть свои шутки и прочее. Локализаторы действительно попытались это перевести. Но в оригинале, этого так много, и оно всё настолько замудрено, что это невозможно было передать. На английском, раза в 2-3 больше шуток и игр слов. И конечно, это влияет на восприятие мультсериала. В оригинале Gravity Falls даже отчасти есть свой вокабуляр, то есть свои придуманные слова. Это всё очень интересно. На это действительно стоит посмотреть, и я вам сегодня обязательно всё это покажу. Но сперва немного о другом. Итак, внезапно, Пасифика. У этого героя два крайне разных голоса в двух версиях. Как вы помните, в мультсериале она строила из себя пупа земли. Делала вид, что она деловая и взрослая. И конечно, всё это часто показывалось на контрасте с Мейбл, которая вела себя как ребёнок. В оригинале это передано и через голоса Мейбл и Пасифики. У Мейбл голос девочки, а у Пасифики девушки. Я имею в виду, пупа играет в баскетболе? Ты всегда такой милый? Эй, I can be serious. А вот вам Пасифика вру дубляже. Это что, щенок, играющий в баскетбол? Ты всегда такой посмешище? Я могу быть и серьёзной. Из-за этого в оригинале кажется, что Пасифика действительно более взрослая, чем Мейбл. Дубляж создаёт совсем иное восприятие этого героя. Кстати, насчёт её имени. Пасифика Норфест. По сути, авторы феминизировали название региона на западе США, Pacific Northwest, где по сюжету находится Gravity Falls. Кстати, на неофициальном флаге этого региона изображена сосна или ель. Прямо как у Диппера на кепке. В девятой серии мы впервые знакомимся с Пухлей, которого на английском Мейбл называют Whirls. Whirl означает неуклюже ходить маленькими шажками, ковылять, ходить в развалку. По сути, это то, как Пухля и ходит. В той же серии главный герой знакомится с Блендином Блендином. Его имя является фразовым глаголом Blend In, то есть смешиваться с толпой или сливаться. Это отсылка на его костюм. В этой же серии Блендин отправляется в прошлое на 15 лет назад, чтобы доказать Дипперу и Мейбл, что он действительно путешественник во времени. Возможно, когда-то серия только выходила, то локализаторы не думали, что это будет хоть что-то значить. Но поскольку мы знаем, что 15 лет назад тут жил Стэн, который пытался вернуть своего брата, появляется сомнение, что на этом месте действительно был театр. А вот магазин костюмов Стэн вполне мог организовать. Хижина чудес в оригинале, как вы знаете, называется Mystery Shack, то есть таинственная хижина. В одной из первых серий буква S падает и образовывает Mystery Hack. Hack это хак, взлом, что отсылает нас к тому, что Стэн мошенник и разводит своих посетителей. А ещё в оригинале в первых сериях герои нередко использовали слово Mystery в разном контексте, что, конечно, тоже отсылало хижине чудес. На русском тут всегда были разные слова, из-за чего фишка мультсериала терялась. Шестая серия, наверное, была с наибольшим количеством непереводимых игр слов и тому подобным. Начнём с момента, где в дубляже почему-то звук смеха исходил только от Диппера, хотя все остальные тоже смеялись. Это явный ляп. В этой серии Диппер расстроен, что у него нет волос на груди и что он не мужик. Здесь почти в каждой строчке диалогов играется слово man, например, в этом моменте. На английском прохожая спрашивает у Диппера, где тут mailman, то есть почтальон. А Диппер слышит, где тут mailman, то есть мужиковский мужик. Mail это мужчина. Диппер так это воспринимает, потому что звуки в слове mailman ровно такие же, как и в mailman. Далее, миллион приколов с мужикотаврами, названия которых, кстати, неплохо локализировали, но сильно дальше не зашли. В этой серии везде используют слово man, mansformation, типа как трансформация, man cave, то есть пещера для мужиков, и в то же время это слово означает укромное место, где мужчина может отдохнуть от своей семьи. И такого тут очень много, вот вам небольшая нарезка для демонстрации. На русском тоже частичка этого есть, но в несколько раз меньше. К тому же, мужикотаврами на английском показались не более эмоциональными. А мне ты не нравишься. Еще в этой серии упущен один прикол. На русском ничего такого. На английском же, Мейбл говорит, что все нормально. Тут nonjudgmental environment, то есть среда без осуждения. Но после этого, сразу же говорит, I'll be judging you on the scale from 1 to 10. То есть, я буду судить тебя, или же оценивать по шкале от 1 до 10. Прикол в том, что тут используется одно и то же слово, judge, которое имеет несколько значений, судить и оценивать. Мне лично кажется, что это насмешка над школой. Ведь учителя могут говорить, что вы можете отвечать как хотите, высказывать свою точку зрения, и никто вас за это осуждать не будет. Но сами тут же судят, оценивают вас по определенной шкале. В 10 серии, Диппер выпускает персонажа из игры в реальный мир. Он сразу встречает на своем пути обменник, и вот что происходит. Обменник! Сделай из меня могучего волка! Change machine! Change me into a powerful wolf! На русском, вообще непонятно, че он докопался до этого несчастного обменника. Выглядит просто как бред. На английском же, это change machine. То есть, разменный автомат, куда колдут наличку, и получают жетоны для игровых автоматов. Рамбл говорит ему, change me into a powerful wolf. Change это менять. То есть, Рамбл просит изменить его, сделать из него могучего волка. Игра слов. Как и во многих американских мультфильмах, тут часто используют слова типа butt, задница, пуп, фекалии или hot, горячая в сексуальном контексте. Например, тут Стэн назвал девушку Карла Hot Pants, то есть Карла горячие штанишки, а на русском просто Карла Шортики. Таким уже почти никого из вас не удивить, но просто констатирую факт. Я знаю, что многие из вас это слышали, но я обязан об этом сказать. На английском, большая медведица, это Big Dipper. По сути, это прозвище героя. Ковш большой медведицы? Это же просто потрясающе! На русский перевели так, что это осталось непонятно. А на английском нам объясняют, что Dipper это никнейм. Это вообще один из самых больших ляпов в роддоптации. В этой же серии, Мейбл соревнуется с пасификой в пении. На русском она просто плохо поет и все. Но на английском, она, во-первых, пародирует песню Don't Stop Believing группы Journey, а во-вторых, поет полный бред. Она поет что-то вроде «Не начинай верить, никогда не чувствуй свои чувства». В 12 серии под названием Лето Уинн герои в дубляже то и дело говорят, что ходят калядовать. На английском это trick or treating. На русском есть свой аналог – конфеты или жизнь. Собираешься калядовать, что ли? Вообще-то я собирался... Заткнись, Робби, да не будет он калядовать. You going trick or treating or something? Well, actually, I... Shut up, Робби, of course he's not going trick or treating. Слово «калядовать» все-таки относится к Рождеству, Новому Году и тому подобному, поэтому несколько странно слышать это в отношении Хэллоуина. В этой же серии подруге Мейбл приходит к ней в гости. Кэнди оделась в конфету, то есть в кэнди. Понятно, что на русском этого нет и быть не может. В 18 серии происходит следующий диалог. На английском Стэн просто говорит, что все люди, кроме Зуса, не валяются в грязи. На русском же тут добавили определённый смысл. Дядя Стэн называет Зуса членом своей семьи. Мне кажется, что Стэн на момент первого сезона не способен был назвать работников своей семьёй, но локализаторы посчитали иначе. Раз уже заговорили про Зуса, то он тоже несколько другой на русском. Дубляжа по голосу и манере говорить, он больше напоминает Патрика, а на английском Эббида из сериала «Сообщество», если кто смотрел. В оригинале Зус несколько раз делает из своего имени глагол. Зус говорит, что он суст ап, используя своё имя вместо слова mess up, то есть портить, имея в виду, что он всё испортил, потому что он чересчур зус. Иными словами, он всё прозусил. На русском, кстати, смысл передали довольно чётко, но игра слов осталась потерянной. В 19 серии герои попадают в сознание дяди Стэна, и там они видят это. На английском здесь игра слов. Стэн говорит «it sucks more than anything». Слово «сак» переводится как «высасывать» или «всасывать», но ещё оно означает «отстой». То есть в оригинале Стэн говорит, что этот пылесос засасывает лучше, чем что угодно, но в то же время он говорит, что этот пылесос – самая отстойная штука, что, по-видимому, и является правдой. В этой же серии Диппер читает заклинание, чтобы попасть в голову Стэна. В один момент он говорит «Inceptus Nolanus Overratus». «Inceptus Nolanus Overratus!» Наверное, это уже ранее обсуждалось в Руфандоме, но всё же скажу. Эти слова по сути означают «Inception Nolan Overrated», то есть фильм начала Нолана переоценён. Такая вот короткая рецензия этого фильма от Хирша. Дядю Стэна, кстати, в оригинале называют «Grunkle». Это микс из двух слов «Great Uncle», то есть двоюродный дед, если по-нашему. Теперь давайте про Гидеона. Его полное имя – Гирион Глифул. «Глифул» означает «ликующий», что Гидеон постоянно и делает – ликует. А вот слово «Гирион» происходит из эврита и означает «великий уничтожитель», что прекрасно описывает этого персонажа. Отдельного внимания стоят, конечно, некоторые названия серий. Например, шестнадцатая серия первого сезона называется «Carpet Diem». Это небольшое изменение латинской фразы «carpet diem», то есть «слови момент», только в названии слова «carpet», что означает «ковёр». И я напомню, что в этой серии герои при помощи ковра менялись телами. В тринадцатой серии происходит такой диалог. Тут упущен прикол и смысл несколько изменён. Дядя Стэн говорит, что свои жалобы Диппера и Мэйбл могут отправить жалобный отдел, и при этом показывает им мусорку, подразумевая, что никакого отдела нет. На английском Мэйбл этого не понимает и говорит, что напишет письмо в этот отдел, а на русском она понимает то, что сказал дядя Стэн, и именно поэтому пишет в общество по охране труда. Поэтому реакция Диппера на русском менее обоснована, чем в оригинале. В целом из-за того, что в дубляже многие шутки оказались нелокализированными, герои Gravity Falls на русском кажутся просто какими-то дураками, не понимающими, что происходит. На самом деле, это работает в определённой степени, но всё-таки в оригинале мы лучше понимаем, почему герои говорят то, что говорят. К примеру, возьмём момент из четвёртой серии, где Гидеон общается со Стэном. Я проклинаю тебя! Проклинаю тебя! Проклинаешь? Но за что? Я проклинаю тебя! Диалоги тут разные. В Рудубляже Стэн просто не понимает, почему Гидеон его проклинает. В оригинале же Гидеон использует архатическое слово «rebuke». Его не так часто используют, поэтому Стэн спрашивает, мол, такое слово вообще существует. Далее диалог продолжается. И однажды вы все мне заплатите за это преступление! Что-то я не понял, почему я должен платить? You will all pay recompense for your transgressions! What, you got like a word-a-day calendar or something? На русском Стэн выглядит дурачком, который не понимает, что Гидеон использует слово «платить» не в прямом значении, а в переносном. В оригинале же Стэн полностью игнорирует суть того, что говорит Гидеон, ведь тот использует много сложных слов. И Стэн у него спрашивает, у тебя что, есть календарь, по которому ты учишь одно слово в день? Вот такое различие. В 11 серии опять несколько непонятная штука. Зус с Мейбл и Диппером сидят в банке. На русском не совсем ясно, почему Зус говорит то, что говорит. Видимо, просто делается скидка на то, что он дурачок. В оригинале же, как вы понимаете, игра слов. Диппер спрашивает, что означает, что у нас все в порядке, мир, но слово «cool» также означает крутой или классный. Зус слышит это и спрашивает «Am I cool? А я крутой?» И ему говорят, что он крутой. Я смотрю на свои заметки и вижу, что процентов 90 из них, это как раз вот эти самые игры слов и приколы, которые были упущены. Конечно, я не буду вам их себе показывать, потому что видео стало бы неподъемной для меня длины. Весь оригинальный Gravity Falls в каждом диалоге от начала и до конца именно такой. Так что, если вы знаете английский, то вперед изучать оригинальный Gravity Falls. А если еще не знаете, то вот вам плюс одна из миллионов других причин учить этот язык. Полный список моих заметок, где я выписал много игр слов, о которых я не рассказал в этом видео, можно найти на моих патреоне и бусте. Если хотите поддержать меня и канал, то ссылка на донат, бусте и патреон в описании. Всем большое спасибо за просмотр и еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok